В полдень в квартире 85-летней Анны Ивановны раздался телефонный звонок. Пригласили на День здоровья. Всегда активная и жизнерадостная пенсионерка отложила приготовление к своему юбилею и отправилась на мероприятие, прихватив за компанию соседку. Библиотекари приготовили программу, но одного не учли. Бабушка не заметила открытый подвал, не удержалась на ногах и полетела вниз. «Вы подходите, она мне говорит, вот поправлю ту руку, она стала так вот к умывальничкой, ну всего вот так место. И говорит, вы подходите ко мне, поправлю ту руку, я вам помогу руки-то мыть. Я даже шагу не шагнула, чтобы шагнуть, поправлю ту руку. А сразу, как она сказала, я сразу в эту М полетела. И рук кричу, два метра с лишним. Ой, я куда лечу? Ой, это что такое? Куда я?» Скорая увезла пенсионерку в травмпункт. Там поставили диагноз «перелом ключицы», наложили гипс и прописали обезболивающие препараты. «Ноги отбитые, руки отбитые. Сама не кушала, из ложечки кормила, плачет. Врачи только со скорой помощи сказали нам, что давайте второе имя. С такой высоты она пала и живая осталась. Это просто второе рождение». В библиотеке комментарии давать отказались. На вопрос, почему люк в подвал был открыт, отвечают, того требуют пожарные. И добавляют, происшествие могло произойти где угодно. «Я вам ещё раз говорю, что у нас туда никто не входит. Это просто несчастный случай. Никто в этом вообще не виноват. Никто». По словам пострадавшей, заведующая библиотеки попросила извинения. Однако это не изменило решение бабушки подать в суд на руководство учреждения. Олеся Караульных, Александр Киселёв, Светлана Брагина, информационное агентство Курган.ру.